Наш эфир продолжает радиоблог Игоря Цесарского Два эфира, один из них был на народной волне, другой в ТВ-клубе Континент Так вот, статистика говорит о том, что в первом случае нас прослушали более 60 тысяч человек Это имеется в виду уже после прямого эфира, а во втором случае более 40 тысяч человек О чем это говорит? О том, что есть аудитория, которой это интересно слушать И в первую очередь еще и то, что сегодняшний собеседник, публицист, блогер из Нью-Джерси Гэри Гинлер Как всегда, мы рады видеть Добрый день И слышать тоже, ну, кто-то видит, кто-то слушает, а кто-то, как я уже сказал, потом это сделает К чему эта статистика? Не ради того, чтобы похвалиться, а ради того, чтобы предупредить наших уважаемых, многоуважаемых слушателей Мы сегодня проведем этот эфир немножко в другом формате В чем заключается отличие от обычного? А в том, что мы заранее, за несколько часов до эфира, предложили задать вопросы, которые вы хотели бы задать Я напомню имейлы Первый, info.radionvc.com info.radionvc.com или ко мне на континент continentusa.gmail.com continentusa.gmail.com continent через k у нас Так вот, для чего это сделано? Для того, чтобы вторая часть передачи не переходила в разряд того, что наш собеседник не успеет до конца высказать то, что хотел бы за это время, отведенное нам, высказать Я думаю, Гэри, ты не будешь против Я не против Очень хорошо Ну тогда К тому, о чем хотелось сегодня с тобой поговорить Ну, буквально вот накануне эфира была очередная публикация В блоге Гэри Гиндлера я очень рекомендую вам посещать его почаще Потому что там не только публикуются все те материалы и на русском, и на английском языке, которые выходят из-под пера Гэри Гиндлера Там же собраны эфиры Там же можно посмотреть, какое идет обсуждение и так далее Напомню, что это GaryGindler.com Так это? Да Вот, и вот появился материал, который я с ужасом смотрю на заголовок Но потом, правда, все проясняется А заголовок выглядит так Пустые полки американских магазинов за сто дней до выборов Потом, правда, понятно, о чем идет речь Но лучше, если ты сам изложишь, что за пустые полки ждут нас Или уже есть Конечно, конечно, это название никогда бы не появилось в 20-м или в 21-м веке Или в 19-м веке А вот в 21-м веке, когда люди пишут название, чтобы сделать трафик на свой сайт Ну вот, это относится к этой категории Понятно, что это название не относится ко всем магазинам Мы все ходим в магазины, и мы прекрасно знаем, что был короткий промежуток времени Когда чего-то там не хватало в начале коронавирусного ГУЛАГа Но потом все это прошло, и сейчас в магазинах продуктов, и в магазинах одежды, и в магазинах машин Все есть На прошлой неделе позвонил друг Здесь, из Нью-Джерси И с ужасом рассказал мне то, чего я, так сказать, только знал понаслышке Оказывается, здесь, в Нью-Джерси, полки оружейных магазинов пустые Помнишь, мы с тобой очень раз, очень много раз говорили на тему Вот они, американцы, они тупые Они идиоты, ничего не понимают И вообще, где тут интеллектуальная элита Ну нет практически в Америке тупых Их очень трудно найти Наверное, они где-то есть Потому что массовая покупка оружия показывает, что ну нет в Америке идиотов Все прекрасно понимают, что та политика, которую ведут демократы-мэры и демократы-губернаторы Она губительна Она чревата жизни Причем та программа, которую на прошлой неделе запустил президент Трамп Это не программа, а операция Операция-легенда Легенда это не легенда-легенда А это имя четырехлетнего младенца, которого убили, когда он лежал себе дома и спал Потому что разгул преступности после того, как многие демократы провели решение о том, чтобы урезать бюджеты полицейских участков Мы знаем, к чему это привело Я так подозреваю, что большинство наших слушателей в реальном масштабе времени все-таки в районе Чикаго живут И не мне рассказывать жителям Чикаго, что происходит в Чикаго, на улицах Чикаго под руководством мэра Который оказался совершенно недалеким, совершенно уникальным человеком Который ненавидит Трампа настолько, что готов просто пожертвовать молодежью своего города Статистика продажи оружия в Америке Это то, что я называю объективным показателем Понимаете, есть очень много субъективных показателей Политической температуры американского общества Одни из них это то, что нам говорят по радиотелевидению Это опросы общественного мнения Которые, как мы теперь знаем, не имеют никакого отношения к реальному мнению американских граждан Кстати, интересная статистика Это такое derivative, это статистика по поводу статистики Был проведен параллельный опрос и выяснилось Что три четверти республиканцев отказываются отвечать на вопросы всех, кто спрашивает их мнение По разным причинам Многие за то, что высказали свое мнение Ну, оказались просто уволены с работы Мы знаем это Многие разругались с родственниками, с детьми, с родителями Поэтому три четверти американцев открытую свое мнение предпочитают не высказывать И вот теперь мы переходим к русскоизучной Америке Которая прошла этот этап Правда? Прошла этот этап Вообще аналогий с тем, что делается на постсоветском пространстве И делается в Америке Просто однозначная аналогия Мы можем ими выстроить Я не знаю, какое здание Но пугает другое Мы-то эти аналогии легко проводим Потому что мы немножечко вкусили А ведь американцы Которые все-таки Насчет тупизны Я отчасти только с тобой согласен Потому что назвать развитыми и не тупыми Часть людей Которые вообще не хотят ничего слышать Кроме известных там Лозунгов Берни Сандерса И же с ним Ну, как-то умными и развитыми не назовешь Да Я согласен с этим Но Не забывай Что статистика Говорит о том Что все покупают оружие И республиканцы И демократы Они прекрасно понимают Что Да, среди демократов Есть группа мэров И губернаторов Которые просто Просто тупоголовые коммунисты Ну, а остальные демократы Ну, они не такие радикальные Я тебе приведу пример Демократов-мэров Недалеко от Чикаго Детройт И во Флориде Орландо Там, естественно Из-за солидарности С убитым Вождем Мирового пролетариата Бандитом И уголовником Были сделаны попытки Сделать свои Вот эти автономные зоны Свои вот эти вот Перестрелки По приказу мэров Демократов Этих городов Детройта И Орландо Взародыше Были прекращены Любые попытки Каких-то беспорядков И Антифа И БЛМовцы Там прекрасно Поняли Что лучше туда Больше не соваться Не происходит Ничего вообще В штатах Где И мэр Республиканец И еще лучше Губернатор Республиканец Там вообще Все тихо Спокоен И в этих штатах Люди с ужасом Смотрят на то Что происходит В двух штатах На северо-западе Они рядом Портленд Штат Орегон И Светл Штат Вашингтон Они рядом И этим самым Они напоминают Эти две идиотские Республики На границе На границе Украины И России ДНР И ЛНР Они тоже рядом И там тоже Достаточно идиотов И то же самое Аналогия Конечно Непрямая Но все должны понимать Что Концентрация Идиотизма В некоторых местах Больше чем обычно Это правда Но с другой стороны Ты упомянул Западное побережье Но сейчас Наблюдается Такой Достаточно серьезный Отток Из Калифорнии По ряду причин Известных Потому что Кому-то Вот не нравится Что Выходят законы Когда мочиться Можно прямо На тротуаре Если приспичит И так далее Вот люди Уезжают И уезжают Куда? Уезжают допустим В ближний Техас И там Приезжают они В столицу Этого штата Город Остин Где известный Университет И так далее И вдруг Обнаруживается Что в таком Консервативном Оплот Консерватизма Техас Вдруг Обнаруживается Такая Начинающая Разрастаться Опухоль И Соответственно Даже там Начинается Какое-то Вот Брожение Тем более Надо учесть Что там Достаточно Много Латиноамериканцев Которые Заинтересованы В том числе В том же В чем Антифа И Это Трехбуквенное Да Я понимаю Что это Вызывает Некоторые Опасения Но Эти Опасения Только в первом Приближении Выглядят Как нечто Такое Отрицательное Что может Как-то повлиять На выборы Этого года На выборы Этого года Это никак Не повлияет Также Не повлияет Тот факт Что Самый крупный Город Америки Нью-Йорк В этом Году Вот сейчас Идет Седьмой Месяц Заканчивается Уже потерял 420 тысяч Людей 420 Это люди Непростые Это Непростые Уборщики Мусора Которые Получают 10-20 Долларов Час Это уехали Миллионеры И высший Средний Класс Которые Покинули Город Причем Настоящая Паника Среди них Они Покупают Дома И в дальнем Так сказать Далеко от Нью-Йорка И в ближних Районах Таких как Коннектикут Нью-Джерси И Пенсильвания Причем Очень часто Покупают Дома Даже не видя Просто по телефону Увидел Картинку И тут же Купил Деньги У них Есть Это Люди Очень Богатые С чем Останется Город Нью-Йорк С чем Останется Коммунист Деблазио С непонятным Деблазио Останется С Коома Деблазио Дело в том Что С одной Стороны Ну они Да Я не могу Сказать Что они Уж ничего Не понимают Они Пытаются У полиции Деньги Забрать И передать Фонд Который В том числе Которому Очень хорошо Причастна Жена Мэра И так далее Ну да Я читал Тоже Что вплоть До Дакоты Южной Северной Добрались И в общем Там Отток Этот идет Но Тут же Картинка Возникает В голове Такая Вот Помнишь Эти всевозможные Фильмы Страшилки Где Вот В таком Разрушенном Городе Происходят Какие-то События Появляется Некий Герой Неужели До этого Может Дойти Слушай Меня часто Обвиняют В том Что Вот Я Вот Такой Оптимист И я Не вижу Всех Тех Явлений Которые Происходят В Америке Я Отметаю Все эти Не то чтобы Обвинения Но вот Такую Точку Зрения Потому что Я не Оптимист Я наоборот Очень трезвомыслящий Человек И факты Которые Которыми Я обладаю И которые Может Прочитать Любой На интернете Они говорят Сами за себя Я уже говорил Про оружие Но продажа Оружия Которая выросла Почти в два раза По сравнению С девятнадцатым С девятнадцатым Годом Это еще Только Полбеды Реальная Проблема Для демократов Заключается Вот в чем Подавляющее Число Этих Покупателей Являются Женщины Женщины Которые Объявлены Были Демократами Жертвами Капитализма Людьми Которые Должны Быть Организованно Встать В колонны И голосовать За всех Демократических Кандидатов Какие бы Они ни были Но вот Оказалось Что Американские Матери Оказались Более проницательными И более Прагматичными Чем Стратегии ЦК Демократической Партии Как оказалось Они просто Наплевательски Относятся К идеям Феминизма И вообще Поддерживали Эти идеи Чисто на словах Просто Чтобы от них Отвязались А на самом деле Американские Женщины Думали о том О чем думают Американские Женщины Во всем мире Защитить себя И своих детей Все Это Это первичное В жизни Любой женщины Все остальное Вторичное Если кто-то Покушается На жизнь Ребенка Не советую Любая Любая Женщина Она Просто готова Разорвать Любого И американки Решили Взять Дело В свои руки Все Что я сейчас Говорю Является Вопиющим Нарушением Политкорректности Я это Прекрасно Понимаю Я это Специально Делаю Но это Реальность С которой Демократам Придется Встретиться Через 100 дней Уже Через 99 дней Будут Выборы И Обычно Обычно За последние За послевоенные Годы В президентских Выборах Больше голосуют Женщин Чем мужчин Примерно На 10% Больше Женщин Голосуют Они более Они более Активны Политически По разным Причинам И Какой сигнал Дают Женщины Которые Еще раз Повторяю Являются Основным Контингентом Которые Голосуют На президентских Выборах Они дают Очень простой Сигнал Всем демократов Вы не Заставите Нас Голосовать За вас Да Это Интересное Наблюдение С другой Стороны Некоторым Образом Все-таки Печалить Следующее Понятно Что В самой Природе Американского Общества И нашего Бытия Заложено То что Как говорится Вторая поправка Слава богу Пока Не отменена И уже теперь Очень я сомневаюсь Что Уже все И поезд ушел Никто теперь Не вспоминает Да Но На самом деле Насколько Хорошо Что люди Сами должны Брать Функцию Защиты Когда Все-таки Смотрят В сторону Верховной Власти В сторону Белого Дома И говорят Господин Президент Доколе Мы будем Терпеть Вот эти Всевозможные Анклавы Где Происходят Бог Вещь Что Люди Вменяемые И разумные Они не Хотят Даже быть Рядом С Нечто Подобным Что было В Сиэтле И что Сейчас Продолжается В Портленде Да Это очень Важный Момент Потому Что Та проблема Которую ты Обозначил Смотрит В корень Американской Конституции Вопрос Очень простой Беспорядки На улицах Стрельба Поджоги Убийства Разграбления Мародерства И так далее Кто Должен Навести Порядок Конституция Однозначно Отвечает На этот вопрос Все эти вещи Должны Делаться Местными Властями Губернатором И мэром Этих городов Где все это происходит Одно Есть Исключение Если Объект Нападения Является Федеральной Собственностью То Тогда В дело Вступают Федеральные Войска И Трамп Как мы знаем Сделал Очень Длинную Паузу Которая Была Примерно Двухмесячной После начала Вот этих Погромов До сегодняшнего дня И все говорили Ну до каких пор До каких пор До каких пор Ну хорошо Трамп выдержал Паузу Можно спорить о том Затянулась эта пауза Или она не затянулась Это уже вопрос Так сказать Для историков С легальной точки зрения Трамп не имел права Вводить войска В Штаты Где Происходят погромы Которые не затрагивают Федеральные службы Но по конституции Федеральное правительство Во главе С президентом Трампом Обязано Защитить Все федеральные Объекты Такие как Военные базы Аэродромы Суды Другие федеральные Объекты Таможни Понимаешь Все это относится К федеральным Так сказать Властям И как только В Портленде Был окружен Федеральный суд Трамп Начал Действовать Понятно Что готовились К этому Давно Опять же Примерно Полтора месяца И Ввели Федеральные Правозащитные силы Как мы теперь знаем И как мы с тобой Ранее обсуждали Но тогда это не было Доподлинно известно Состав этих сил Это такая сборная Солянка Пограничники Таможенный контроль ЭТФ Драг Инфорсмент Вот такие вот Люди И люди эти Вполне Квалифицированные Они гоняются За преступниками С утра до позднего вечера На своих обычных местах Работы Поэтому скрутить Американских Хунвейбинов Оказалось Очень легко И Мне просто Жалко Видеть этих Мальчиков И девочек Которые Ну ничего Вообще Не понимают Что происходит Они пришли Учиться В университет И там Их учат Тому Что называется Демократия И на самом деле Это маоизм Я должен Сделать Отступление Потому что Идеологическая Составляющая этих Погромов Она очень серьезная И очень Очень важная Это не просто Какие-то уголовники Хотя уголовники Там есть Это не просто Какие-то насильники Хотя насильники Там есть Это не просто Какие-то воришки Которые там Там есть Все это Очень достаточно Хорошо Срежиссировано Мы знаем Что Демократическая Партия Создала Два Боевых Отряда Белый И черный Ну понятно Они не могут Отойти от сегрегации Это Это их родное Понимаешь Они с этим выросли И ничего другого Они придумать не могут Короче У них есть Белая Группировка И черная Которые уже начали Кстати Между собой Воевать Позавчера Какой-то Белый Антифовец Убил черного Белого Овца Ко всеобщему Удивлению Да Но За этими Двумя Группировками Стоят Определенные силы Стоят Демократы Но Опять же Нужно сделать Очень серьезный Реверанс В сторону Тех Кто же Спонсирует Эти погромы Ну хорошо Есть Идеологическая Составляющая Мы знаем Что это Некая форма Маоизма Мы знаем Что вот Китай Активно Влияет На Демократическую Партию Но Что интересно Люди Которые Сейчас Выступают Погромщиками Их Дедушки И бабушки Выступали Погромщиками Примерно 50-60 лет Назад В 60-70 Годах Но Тогда Если Ты помнишь Погромы И беспорядки Проходили Под другими Лозунгами Значит Какие Были Лозунги Тогда Мир Любовь Наркотики Какие Лозунги Сейчас Ненависть Насилие Наркотики То есть Единственное Что связывает Те погромы И эти Погромы Это Наркотики Смотри Люди Поменялись Идеология Поменялась Если Спонсорами Хиппи Ну во второй Половине 60-х И в начале 70-х Годов Был Советский Союз То есть Это было Определенное Направление Левизны Советский Коммунизм То сейчас Влияние России И советских Коммунистов Российских Коммунистов Просто нулевое Эти силы Просто игнорируют Их Вместе с тем Они Являются Приверженцами Другой формы Коммунизма Маоизма Потому что Они Ну Не все Не все Но Определенная Часть Этих Политиков И средств Массовой Информации Живет На китайские Деньги Да Ну это Прискорбно Слышать Даже Не то что Знать Но С другой Стороны Мы можем Продолжить Об этом Говорить Только После того Как мы Уйдем на Небольшую Рекламу Слушайте Запоминайте Оставайтесь С нами Мы вернемся Через несколько Минут Да Мы продолжаем Нашу программу И как было Оговорено Ваши вопросы В письменном виде На электронную почту Или вот Если вы смотрите Нас На ютуб канале То пожалуйста В комментариях Мы озвучим Ну а пока Продолжим Спасибо Сережа Да Я думаю Что Если Будут вопросы Ты просто Дашь там Знать А мы пока С Гэри Гинтлером По телефону По телефону Вопросы есть Но мы как бы По телефону Давайте мы не будем Откликаться на телефон Если просто Кто-то изложит В крайнем случае Тебе Свой вопрос То Можно таким образом Хорошо Время идет Гэри Ты Очень такую Серьезную Тему затронул Конечно Ее можно было бы Не на Не на один Даже я бы сказал Эфир Растянуть И раздвинуть Почему Потому что Китай Действительно Вызывает Не просто Какие-то Негативные Эмоции Особенно Это обострилось Коронавирусом Естественно Который Конкретно Имеет Китайское Происхождение Чтоб Там Кто Не говорил И Более того Та экспансия Которую Они осуществляли В том числе И в отношении Америки Рано или поздно Должна была взорваться Но она могла взорваться Только при президенте Каким является Тот же Дональд Трамп Почему Потому что Остальные Успешно Прогибались Как ты думаешь Политика Китая В какой-то степени Может повлиять На эти выборы Она уже влияет Она уже влияет Конечно Ну на результаты Я показал То что мы наблюдаем Сейчас Это результаты Того процесса Которого я Условно называю Экономический Pearl Harbor Когда японцы Напали на Pearl Harbor Они достигли Определенных успехов И мы знаем Почему Просто им повезло Вот Вот так вот бывает Иногда в истории Что вот просто Им повезло Они Удачно воспользовались Удачным оружием Такими как Авианосцы В удачно Подвернувшийся момент Когда американцев Авианосцев Там не было Понимаешь Поэтому не было Того сопротивления Которое могло Было бы быть Китайские коммунисты Поступили Точно так же Даже при всем При том Что мы не знаем Кто точно Сделал этот вирус Сама матушка природа Или это было сделано В лаборатории Сейчас Это уже чисто Академический вопрос Важно то Что сделал Китай Когда этот вирус Появился Китай решил Воспользоваться Этим Удачно Подвернувшимся Оружием В удачно Подвернувшийся Момент А что это был За момент Я хочу всем Напомнить Почему момент Был удачный Потому что Вся страна От мала до велика Хотела слышать Только одно Импичмент 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 Декабрь и январь Этого Декабрь прошлого года И январь этого года Прошли Под маркой Импичмента И никто Ничем другим Не занимался В том числе И федеральное правительство В том числе И Белый дом Кроме как Импичмента Но Китай Прекрасно Понимал Что если Трамп Останется еще На 4 года В Белом доме То Лавочка Будет закрыта И больше Грабить Американский народ Воровать Секреты Не удастся Поэтому Они пошли Ва-банк Они сказали Хорошо Вирус есть Надо его Применить И вирус Был запущен Как мы теперь знаем Он был запущен С двух сторон На одно побережье И на другое На Восточном Побережье Он сыграл Более сильную роль Чем на Западном Побережье Но тем не менее Есть карта Где прекрасно Видно Как этот вирус Распространялся От двух Берегов К центру Страны Почему Они это делают У них Нет другого Противоядия Против Антикитайских Политики Трампа Причем Трамп Не имеет Ничего Лично Против Китайцев Все это Идеологическое Противостояние Он Против Китайского Коммунизма И это Они выдержать Конечно Не могут Поэтому Это противостояние Должно Каким-то Образом Быть Разрешено Трамп Нажимает На все Что только Можно нажать На прошлой Неделе Был жесткий Дан отпор Нелегальному Строительству Военных баз В Южно-Китайском Море Которое Хоть и называется Южно-Китайским Но принадлежит По международным Законам Тем странам Которые там рядом Находятся Филиппины Вьетнам И так далее Китай Решил их Самовольно Захватить Причем Никто Из тех Стран Которые Материально Принадлежит Не смогли Против него Никак Выступить У них Микроскопические Армии По сравнению С многомиллионной Китайской Армией У них Нет ядерного Оружия Поэтому Этот захват Явным Явочным Порядком Он произошел Никто До Трампа Даже не пытался Что-то сказать По этому вопросу Все Кулуарно Это обсуждали Но На международных Форумах Все было Чисто И гладко В этом Весь Трамп В этом Весь Трамп Он Демонстративно Показывает О Председатель КНР Мой друг У нас С ним Хорошее Отношение И вместе С тем Он делает Все Чтобы привести Экономику Китая К краху Он постоянно Заявляет Что Путин Хороший Руководитель И с ним Нужно Поддерживать Хорошее Отношение И вместе С тем Делает Все Чтобы Экономика России Рухнула Из-за того Что цены На нефть И на газ Низкие Понимаешь Никто Не проложил Больше усилий Для того Чтобы прекратить Этот Газопровод Нефтепровод Северный поток Чем Трамп Дело еще Не решилось До самого конца Но Но есть Все основания Полагать Что он бы уже Скоро заработал Если бы не Трамп Ну смотри Сигналы От Белого дома Ясные Бизнес Он тоже Нос по ветру Держит Естественно Вот я прочел Допустим Что Та же компания Apple Не последняя В мире Я бы сказал А одна из первых В мире По капитализации И так далее Переводит Свои заводы И так далее Сборки В Индию Казалось бы Порадоваться можно Все таки Индия Не Китай Но есть Другая сторона Вопроса Конечно же Мы бы хотели Чтобы Производство Особенно такие Возвращались сюда Чтобы Здесь Происходило Независимо Там от Этого Стона Когда Тут же Начинают Умники С экономическим И не экономическим Образованием Говорить Что вот Эта беда Будет Цены взлетят И так далее И так далее Но в конечном То счете И Эппл И Автомобилестроение И даже Те же Джинсы Гордость Америки Должны То здесь Воспроизводиться Как ты думаешь Я думаю Что к этому Идет Но это дело К сожалению Растянется На Десяток Лет Может быть Даже больше Потому что Перестроить Экономические Связи Очень тяжело Представь себе Построить Металлургический Завод Это Многомиллиардные Вложения Капитала Которые Окупаются Ну Ну За 8 12 15 лет Поэтому Перевод Все На Американскую Землю Будет Но он Не будет Мгновенный Потому что Мы живем В реальном Мире И в этом Кстати Отличие Нас От Последователей Демократов Которые Бушуют На улицах Некоторых Американских Городов Делают Поджоги Убийства И прочее Они Вышли На улицы Реальных Американских Городов Из своих Виртуальных Игр Они В этих Играх Получают По голове Им Отрезают Голову Но поскольку Это игра Через секунду Они Как Вот Чертики С табакерки Выскакивают И снова Идут В бой Их Опять Бьют По голове Но при этом Боли Они не чувствуют И вот Эти мальчики И девочки Маменьки Сынки И маменьки Дурочки Они вышли На улицы Американских Городов И получают Бутылкой И получают По голове Дубинкой За то Что бросили Бутылку С коктейлем Молотова И удивляются Почему Ведь в виртуальных Играх Такого не происходит Понимаешь Они очень Сильно Удивляются Но Вот Реальный мир Он таков И ничего Сделать Нельзя Вот Мгновенно Нужно Время И вот Вот опять Вернемся К тому К нашим делам Да С момента Начала С момента Начала Вот этих Погромов Трамп Выдержал Пауз Опять же Можно Осуждать Его за это Или приветствовать Я придерживаюсь С той точки Зрения Что та пауза Которая была Вынуждена Она привела К тому Что американский Народ Получил Прекрасную Возможность Посетить Вернисаж Американского Версии Американской Версии Социализма Которая Вот будет Построена Все в этом Убедились Я Сейчас У нас еще Время есть Я хочу Сейчас В конце Передачи Со всей Ответственностью И Со всей Так сказать Откровенностью Сказать Боевикам И Недореволюционерам Антиф И БЛМ Огромное Чистосердечное Спасибо За то Что они Сделали Потому что Благодарные Граждане Америки Увидя Вот эти Идиотские Антиамериканские Выходки В последние Два месяца Они Начали Просто переходить В лагерь Трампа Да Ну при этом И не конечный Результат А промежуточный Который Так сказать Еще раз Подтверждает Что мой Оптимизм Он Неголословен Количество Подписчиков В Твиттере У Трампа 84 миллиона Вот Навскидку Как ты думаешь Какое количество Подписчиков У его противника Байдена Примерно Ой Не берусь Судить Но несколько Миллионов Наверное Семь Семь Ну То есть У него В 15 раз Меньше Сторонников В реальном Мире Чем у Трампа Смотри А заявление Вот очень мне нравится Такого рода Заявление Что Вы Зря Думаете Вот придет Этот Спящий Сонный Как угодно Байден С активной Очень Не белой Женщиной Вице Президентом И Все Вот эти Бандиты И прочие И И не бандиты А вот Искренне Желающие Социальных Перемен И так далее Разойдутся Удовлетворенные Потому что Байден Это порядок Это традиционная Америка Это не Трамп Который Разрушитель Всех Наших Основ Который И против НАТО И против И так далее Ну ты же Такое читал Слушай Я хочу Тебе Сказать Фразу Которую Я прочитаю Потому что Я сейчас Заканчиваю Статью Которая Называется Так Финита Ла Революцион Амигос Окей Да Она Такая Оптимистичная Но Я хочу Сказать Вот что Что События Последних Двух Месяцев Показывают Что Эта Эрзац Революция Происходит По всем Тем Законам И с теми же самыми Последствиями Как и все Остальные Левые Революции И те Русские Революционеры Которые В семнадцатом Году Штурмовали Зимний Просто Не думали Когда Их В тридцать Седьмом Году Через Двадцать Лет После Революции Ставили К стенке Они Говорили Это Ошибка Эта Ошибка Этого Не Может Быть Должен Огорчить Всех Революционеров Это Не Была Ошибка Так Поступают Все Левые Режимы Сначала Делается Сбирает Своих Детей Детей Да Поэтому Фразу Которую Я хочу Прочитать Из будущей Статьи Может быть На следующей Неделе Она Звучит Так Демократическая Партия Трансформировалась В политический Хронос Который Как и положено Всем левакам И тиранам Пожирает Своих Собственных Детей Что Произошло На прошлой Неделе Один Из самых Выдающихся Леваков Он Хост Радио Местного Радио В Сиэтле И он Живет В апартменте Как раз На втором Этаже В билдинге Где Находится Кофешоп Старбакс Который Родился В Сиэтле Это Знаковый Шап Куда Ходят Все Леваки И Долгое Время Старбаксы Не громили Вообще Их не трогали Вот как Памятник Ленину Все Это Никто Не трогает Так И Старбаксы Потому что Революционеры Знали Что это Свои Ребята На прошлой Неделе Старбакс На первом Этаже Здании Где живет Этот Радиохост Был Сожжен И Разгромлен Более Того На этом Погромщики Не успокоились Они Ворвались В квартиры На втором Третьем И сожгли Их В том числе Разграбили Квартиру Вот этого Левака Который На следующий день После этого Со слезами На глазах Рассказывал Все это В эфире И гневно Возмущался Что же вы делаете Я же свой Точно так же Кричали я Свой Русские Революционеры Когда их Вели на расстрел И у знаменитой Гайдаровской Конечно Ну слушай Понимаешь Мы то с тобой Знаем Что быть Коммунистом В свободной Стране Как в Америке Это безопасно Это приятно Это кул Это модно А вот Попробуй Будь Свободным Человеком В коммунистической Стране Если перевернуть Все наоборот Вот попробуй Там это сделать Поэтому Опять же Я хочу подтвердить Свой Оптимистический Прогноз Что демократам Ловить Просто Нечего У них Нет Никаких Шансов На победу Никаких Герри Пришел вопрос Извини Все таки Вот сейчас Я Он большой Но я По сути Его Перескажу То есть Звучит Он Так А если Выборы Будут Подтасованы Хорошо Я в одной Из своих Недавних Передач Этот вопрос Затрагивал Выборы Будут Подтасованы По другому И быть Не может Последние Выборы Которые Выигрывали Демократы Были Связаны Именно С Подтасовками Но Где будут Проводиться Массовые Подтасовки Они будут Прозводиться Здесь В Нью-Йорке В Нью-Джерси В Калифорнии В Портленде В Других Штатах Где Руководителями Являются Демократы Вопрос Как это Повлияет На Электорал Колледж Ответ Никак Это Добавит Голосов В общий Зачет Демократического Кандидата Который Не имеет Ничего Общего С выборами Президента Спросите У президента Хиллари Клинтон Как ей Помог Перевес В 3 миллиона Голосов Американца Ну хорошо В этом году Они сделают 5 миллионов Перевес И опять Проиграют А в тех Критических Штатах Где А сейчас Критических Штатов Осталось Всего 17 Так И Штат В котором Ты живешь К ним Не относится Штат В котором Я живу К ним Не относится Поэтому Политическая Борьба Пройдет Мимо нас Ты не увидишь Никакой рекламы Никаких Плакатов Никаких Митингов Ничего Не будет Ни та Ни другая Компания Ни компания Трампа Ни компания Байдена Все будет Происходить Там Где Нужно Огайо Пенсильвания Понимаешь Сейчас Возможно Колорадо Переметнется Обратно В сторону Республиканцев Потому что Все окружающие Штаты Кроме Калифорнии Они Республиканские Поэтому Прогноз Который Я читаю И с которым Я согласен Что Трамп Должен Заводить Больше Число Голосов Выборщиков На этих выборах Чем в прошлом году Чем на прошлых выборах Извините И тогда Существует Еще один вопрос Немаловажный Все таки Вот он получил Второй срок Будем надеяться Что так оно и Произошло И дальше Насколько Он будет тверд В своих Обещаниях Которые он давал В шестнадцатом году О чем он говорил В настоящее время Потому что Мы знаем Когда-то Тоже Из его уст Была фраза Что он Хилари Трогать не будет А как так Будет Не будет Если Условно говоря Есть Есть состав Преступления Трогай Нет Нет Так же Помнишь Как Президент Соединенных Штатов Америки Барак Хусейн Обама По секрету Сказал Когда беседовал С президентом Медведевым Что У меня руки сейчас связаны Потому что у меня выборы на нас А вот когда я выиграю Перевыборы Вот тогда руки у меня будут развязаны Я буду гибче Да он говорит Значит Мне кажется Что Трамп пойдет просто ва-банк Ему уже ничего не будет грозить Окей Потому что первая попытка импичмента провалилась И понятно теперь что все остальные провалятся Потому что нет никаких нарушений законов Поэтому он пойдет просто ва-банк Ему уже ничего не будет грозить Понимаешь Поэтому Он будет додавливать Конечно Хотелось бы чтобы все это произошло до выборов Но Мы не знаем какой у него план Вообще Планы если у него и были Что-то сделать в этом направлении То импичмент И коронавирус Все эти планы Конечно изменил Это нужно понимать Что То что мы сейчас наблюдаем В середине лета Должно было случиться В середине весны А не в середине лета Но Другая спекуляция По поводу того Что сейчас происходит В голове Трампа Вообще в Белом доме Состоит в том Статистически Известно Что в Америке Люди начинают обращать внимание На президентскую политику Только после Лейбор Дэй До Лейбор Дэй Это у всех отпуска Они находятся с детьми Никому нет дела То есть Это такое Время Более-менее тихое Поэтому Это еще раз подтверждаю Что те выступления Которые делают сейчас леваки Они уйдут в никуда Они уйдут в вакуум Потому что Они не смогли Зажечь костер революции Во всех штатах Это локализовано В двух штатах Всего-навсего Понимаешь Потому что время Было выбрано неправильно Когда все в отпусках Ну Они рассчитывали То что Многие все-таки Были лишены Традиционных отпусков Ну Мы Только можем догадываться На что они там Рассчитывали И что они хотели Но Такой вот Революции Революции У них не получилось И будем надеяться Что и не получится Ну А у нас Так незаметно Время подошло к концу Спасибо Что Уделил Это время Радиоблогу Народной волне Континенту И До новых встреч До встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин